Звёздные игры в полевых условиях. В районе Харитоновки стартовал окружной турслёт «Звезда». В военно-спортивных испытаниях принимают участие школьники из Оксина, Тельвиски и Наринмара. По следам юных патриотов отправилась и наша съёмочная группа. На первый и второй рассчитались. Звучный голос педагогов и возбуждённое перешёптывание среди ребят. Распределение по отрядам началось ещё до прибытия на место. В районе озера Харитонова организовали своеобразный контрольно-пропускной пункт. Каждого досматривают, как на таможенном контроле. С собой ничего лишнего. Перед тем, как переправиться на другой берег, каждого из ребят проверили на наличие алкоголя. Но и мы не остались в стороне. Вот сейчас у нас проверяют. Можно ехать? Сейчас скажу. Да, можете отправляться? Мы отправляемся вместе с ребятами. Первое испытание – марш-бросок. До места ребята добираются пешком по глине и грязи. Это обязательное условие, ведь лагерь военно-патриотический. Научить подростков справляться с трудностями – главная цель турслёта. Здесь будет проходить и стрельба, будет проходить тактическая игра «Зарница», здесь будет проходить лазертак, пейнтбол, марш-броски, основы спецподготовки военной. Тут и альпинистские навыки, и оказание доврачебной медицинской помощи в полевых условиях. Все мероприятия направлены на начальную военную подготовку детей. Преодолев путь в полтора километра, ребята добрались до места дислокации. В лесу расположился целый полигон. Следующая стратегическая задача – организовать площадку для проживания. Для каждого взвода отдельная палатка. Установить её нужно правильно, чтобы дождь и ветер не стали ночью неприятным сюрпризом. В установке жилища детям помогают командиры-вожатые. Последние, кстати, уже опытные туристы. Девушки-студентки социально-гуманитарного колледжа учатся на педагогов по туризму. Весь свой опыт они передают ребятам. Научить ребят всему, всё, что знаем сами. Разжигать костёр, ставить палатки, готовить еду на костре и так далее. Впрочем, для некоторых участников слёта походы – привычное дело. Например, Антон Ткачук в свои 13 лет уже умеет и палатку поставить, и костёр развести. Да и на местности ориентируется хорошо. В лагерь юноша приехал, чтобы пообщаться с друзьями и скоротать каникулы. Я походник вообще, я люблю очень ходить в лес. В общем, так, ну, развлечения – это отдых, игры какие-нибудь, разведение костра, ставить палатку – очень себя люблю. А вот про Ксению Маякова такого не скажешь. Девушка впервые выбралась в лес с ночёвкой. Военно-патриотический слёт для неё – способ испытать себя на прочность и выносливость. Я как бы люблю такие вот штуки, но как бы, если честно, вообще ни разу не была в таких походах. Вот, но всегда мечтала сходить. Вот, как бы, мечта моя осуществилась. Мне как бы пока нравится. Ну, и думаю, что дальше мы все подружимся, всё будет хорошо. Вот, будет интересно. Впрочем, бояться ребятам нечего. От комаров и мошек спасает спрей от насекомых. От скуки – педагоги-организаторы. От голода – макароны по-флотски. Ну, а холодными ночами, укутавшись в спальные мешки, ребята будут под надёжной крышей своих палаток. Вероятность того, что ребята простудятся и заболеют, сводится к нулю. Здесь достаточно тёплые палатки с тентом и даже дождем, и будет не страшен. Ну, или на крайний случай есть костёр, где они всегда смогут погреться и приготовить себе еду. Вот так, в полевых условиях, они проживут здесь семь дней. Алина Горькова